Нитки для ручного вязания Устойчивость окраски особо прочная Моток небольшой, 75 граммов на 190 метров Вот такая нитка интересная, пойдемте ее вязать на вязальной машинке Нитка не тонкая Но за счет того, что она мерсеризованная, она достаточно легко вяжется на рыхлой плотности У меня стоит девятая плотность Всего 10, плотность девятая И смотрите, небольшое усилие приходится прилагать Видите, машина подергивается, но вяжет ровно Ни разу не сбросила, не застопорила Вязать можно, несмотря на то, что нитка для ручного вязания Хочу обратить еще ваше внимание на один момент, связанный с этой ниткой Она сильно крученная Видите, сходится аж в такие барашки, которые настолько плотно закручиваются, что иногда даже стоприт нитивот Поэтому обратите внимание, нитка очень сильного кручения Вязать надо осторожно За ниткой в процессе вязания следить Готов образец Он получается достаточно толстым, плотным, потому что нитка, мягко скажем, не тонкая Все-таки это больше для ручного вязания, хотя полотно мягкое и, в общем-то, приятное на ощупь Но надо учитывать, что в матке всего 190 метров, 75 граммов И на вязание вот такого маленького образчика ушло 17 грамм То есть расход пряжи большой При жестком обращении, если носить под верхнюю одежду, мнется не сильно Вязать из такой нитки на машине можно Но учитывая, что у меня практически последняя плотность и получается достаточно толсто Вязать можно на машине третьего класса Рекомендую На машинке более нежной, тонкой, наверное, все-таки надо подумать и взять нитку потоньше А вообще качество полотна мне нравится Очень приятное, мягкое и интересно смотрится Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений И жду вас в нашей школе машинного вязания Где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля Ваша Наталья Некрасова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok